В день крещения Руси митрополит Омский Таврический Владимир совершил божественную литургию в сослужении епископов Калачинского и Муромцевского Петра и Тарского и Тюкалинского Саватия в кафедральном соборном храме Успения Пресвятой Богородицы Омска. В этот день владыка Владимир отмечал свое доземенитство. День крещения Руси отмечается в день памяти святого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году. В честь этого праздника в Омске, как и во всех православных храмах России, в полдень зазвенели колокола всех церквей. Впервые единовременный перезвон объединил церкви и монастыри России и ряда стран СНГ в 2012 году. Принятие новой единой веры стало серьезным толчком к объединению русских земель и обусловило цивилизованный выбор России, ставшей впоследствии самой мощной евразийской державой. Святой Владимир, креститель Руси, он показал всему русскому народу пример продвижения души человеческой, как она может изменяться в духовном плане, как она может преобразиться, как она возвышается, она приобретает внутри себя Бога. После литургии митрополита Владимира поздравила с теземенитством духовенства митрополии. Вокруг нас бываются слова пророчки Иисуса Христа о апостасе последних времен. И действительно произрастает грех, произрастает отступление, ожесточение против христианских заповедей. Это говорит о том, что у нас в нашей церкви русской очень много дел, и надо просить и сейчас рано апостола Владимира помощи в наших делах. Слова благодарности и добрые пожелания были переданы его Высокопреосвященству и от губернатора Омской области Виктора Назарова. В Омской области вас знают как человека мудрого и обладающего широкими богословскими познаниями. Ваша любовь к людям, забота о тех, кто нуждается в помощи, заслуживает искреннего признания и уважения. Спасибо вам за то, что личным примером призываете земляков к деятельной вере и милосердию. О том, как святая купель преобразила князя Владимира в крестителя Руси, сделав его святым, рассказал в своей проповеди митрополит Омский Таврический Владимир. Вы знаете историю нашего крестителя России, потому что он был особым человеком. Он был язычником, был великим грешником, а потом стал каким? Великим праведником и стал крестителем всей Руси. Пусть святой равноапостольный князь Владимир будет для нас примером, чтобы мы брали с него пример, как мы должны служить Богу. Князь Владимир предстоит за нас пред Господом, передает ему наши молитвы и сам молится за нас, своим примером убеждая, как благодаря преображению души можно подняться из глубин греха к сияющим высотам спасения. Субтитры создавал DimaTorzok